Всем привет, дорогие друзья! В библейских повествованиях от Матфея 25-46 есть такая фраза, точнее 25-41-45 и далее 46. Есть такая фраза. Тогда скажет им и тем, которые по левую руку идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником и не приняли меня, был наг и не одели меня, болен в темнице и не посетили меня, тогда и они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и жаждущим или странником, нагим и больным и в темнице и не послужили тебе, тогда скажет им ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одного из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Здесь рассказывается косвенно, здесь описывается косвенное утверждение относительно второго пришествия и каким самым образом будет происходить так называемое разделение козлов и овец. Мы ни в коем случае никого не будем приклеивать, не будем никаких ярлыков, но понятно, что наше общество состоит из людей, которые ведут благочестивый образ жизни и образ жизни, который немножко не бездуховный. И эта тема, она очень сильно муссируется во многих лекциях всевозможных проповедников, эзотериков, мистиков. Я расскажу сегодня, как я это видел и каким образом будет происходить или происходит, возможно. Как это будет происходить в нашем материальном мире. Домыслов очень много, да, то есть заглянуть, если заглянуть на любой канал, описываются подобные знания, наверное, в тысячах вариантов. Огромное количество предположений каких-то. Запутаться очень легко и вообще ничего не понятно на самом деле. Один говорит одно, другой говорит другое. Я расскажу, как в духовном мире выглядит это посредством тех знаний, которыми я обладаю. Ну и, соответственно, через видение постараюсь донести, каким образом будет происходить вот это так называемое отделение овец и козлов. В одной из медитаций, считывая мантру, я оказался вне материального тела, да, вне физического тела. И оказался в некоем космическом пространстве, откуда с приличного расстояния я видел нашу планету. И планета выглядела, то есть я планету видел с расстояния так, как если бы она была размерами с футбольный мяч, то есть с приличного расстояния, да, то есть, ну вот как вот такого размера. Я на нее смотрел, она была передо мной вот такого размера. И в какой-то момент я увидел, как некое свечение или сияние, или очень-очень интенсивный свет, он как бы начал наполнять пространство Вселенной. И из-за этого света в какой-то момент я увидел, как на планете находятся души, ведущие нечистивый образ жизни. И, ну, по сути, они были везде, то есть они проживали везде на планете. И это вот то необычное состояние сознания, когда ты видишь одновременно всех и находишься одновременно во всех частях планеты. Вот, и в то же самое время одновременно наблюдаешь, да, то есть это одно из качеств самадхи. Когда мы находимся в физическом теле, мы можем смотреть в одном направлении, думать в определенном направлении, и у нас вариативности нет. В состоянии самадхи мы можем находиться сразу в тысячи мест, созерцать пространство из тысячи точек, или созерцать тысячи пространств разных причем. И вот это сознание, в котором я находился, когда я увидел души, причем было видно, что, да, это были человеческие души людей, которые проживали на планете. И относительно человеческих душ, они все были очень разные, очень разношерстные. Да, то есть, кто-то чище, кто-то грязнее, но было видно, что эти человеческие души, они принадлежат этому миру. Но был класс душ, которые обладали очень грязными внутренними состояниями. То есть, как бы, смотрите, я не рассматриваю с позиции, как это описано в христианских, какие-то писания, да, там, Отец Небесный, Судья и все такое, как бы, у меня нет этого понимания. Но я описываю так, как я это видел. Поэтому высказываться относительно того, кто же из них чистый и праведный и так далее, я вот не могу. То есть, я не могу сказать, это праведные души, неправедные души, да, там, некоторые были посветлее, некоторые погрязнее, некоторые почище, вот, с разными качествами, в разных состояниях. Но это всегда, это всегда разные, да, человеческие кармы. Но среди этих душ было, ну, или пребывало очень большое количество душ, грязных душ, причем довольно больших душ. Я бы их описал, ну, согласно ведическим традициям, как демонических существ, да, То есть, души, которые обладали демоническими кармами и демоническими качествами. И они выглядели очень разительно относительно человеческого мира, этих душ, которые имеют право в соответствии со своей кармой проживать на нашей планете. Они были совершенно другими, они были наполненными, наполненными энергией нижних миров. Вот, то есть, их кармы, их энергии полностью были противоположны нашему материальному миру. И, осмелюсь предположить, скорее всего, эти души, они ведут крайне деструктивный образ жизни. В понимании человеческом это, наверное, преступный образ жизни. И внутри они совершенно выглядели по-другому, да, то есть, они полностью не соответствовали нашей планете и соответствовали энергиям нижних миров. Да, то есть, это были кармы с доминирующими черными оттенками, коричневыми оттенками, черно-коричневыми, черно-красными, то есть, агрессивно-красными, такими злобными, да. Именно вот, ну, смешение нижних каких-то грязных оттенков. В основном черный, коричневый и с примесями какими-то такими. Ну, доминирующие энергии такие, цвета были такие. И в какой-то момент вот этот свет, который начал интенсивно сиять на планете, причем, как я понимаю, друзья мои, как я понимаю, это как-то связано с нашей планетой напрямую. Почему? Потому что, потому что этот свет, он был живой. И он смотрел на планету таким образом, как будто бы знал ее, проживая на планете. Как-то так. То есть, это голубое сияние, которое я видел, которое своей интенсивностью света высветило всех этих нечистых существ, нечистых душ. Он рассматривал этот свет, рассматривал. Почему он? У меня было стойкое впечатление, что это какие-то мужские энергии. Я сталкивался с энергиями богинь традиции индуизма. У них больше энергии, и у них больше темно-синий свет. Да, и они более энергетически мощные. А в этом плане больше света было и меньше энергии. И такая структура духовных сияний, она, например, в моем случае, когда я бывал во Вриндаване, у меня были видения с некоторыми божествами. И вот от божеств, от форм Кришны исходило такое сияние. И от Джаганадхи подобное сияние исходило. У Нрисимхи более агрессивные, более мощные оттенки. То есть, это немножко другое гневное состояние, но тоже похоже. Но немножко по-другому. Вот. И вот это вот сияние, оно настолько было удивительным, что я даже в какой-то момент предположил, что, скорее всего, этот свет находится у нас на планете. Какой-то центр этого света. Я тогда еще не совсем понимал, находясь в астральном мире, не совсем понимал, что этот свет, возможно, связан с какой-то божественной личностью, которая проживает на планете. А далее то, что произошло, в какой-то момент я начал... Да, то есть, я, наблюдая за этим светом и за этими демоническими личностями, я полетел вслед за этим светом в сторону планеты. И когда я уже оказался на планете, я видел, как передо мной, спиной ко мне, движется некая мужская ипостась, такая божественная личность. Вот. И я на приличном расстоянии от него следую, как бы за ним. И я вижу, как он приближается, он направляется в сторону некой сущности, которая была полностью замотана в черный плащ. Ну, я для себя так это обозначил, как некий черный плащ. Эта ипостась, к которой приближалась эта божественная личность, она изображается на рисунках и картинах, как смерть. Да, то есть, у нас в традиции христианства очень часто ходят легенды о явлении смерти. Она является скосой или серпом, или... Да, и это всегда скелет, накрытый плащом под капюшоном. И точно таким же образом, когда я увидел вот эту вот личность, божественную личность, которая шла в направлении вот этой вот... Как это сказать? Как бы это объяснить? Сути самой смерти. Он, приблизившись к ней, сказал одну фразу. Он сказал что-то наподобие... Ну, там не было общения. Там было общение на каком-то духовном таком тонком плане. То есть, что-то наподобие передачи мыслей или каких-то мысленных приказов. Вот. Но... На наш язык это можно перевести как... Ну, фразой я, допустим, могу передать это... То, что он сказал, как... Пришло твое время, например, да? Или... Настал твой черед. Или твое время. Или твой выход. Вот так вот даже, знаете? Ну, вот как бы все эти фразы, они подчеркивают. И в какой-то момент эта смерть ожила. Знаете, что я еще чувствовал? Я чувствовал, перемещаясь за этой божественной личностью, что очень интенсивно заканчивается какое-то время. То есть, время диалогов. И вот это движение этой божественной личности, оно было связано с тем, что истекло какое-то время. Чье-то время. Понимаете? И я не могу сказать, чье это время, для кого оно было отмерено, или кому оно предназначалось, но оно закончилось. Оно закончилось именно в то время, когда эта божественная личность приблизилась к это, к олицетворению смерти. И он сказал, твой выход, как бы твой черед. И сама эта смерть... Причем, когда он приближался к смерти, я обратил внимание, что я знаю эту ипостась. У меня было несколько видений с образами смерти. И когда я смотрел на эту смерть, я, к своему большому удивлению, заметил, что, по сути, это форма богини Кали. Да, это и есть энергия богини Кали. Это она, но в своем, в своем самом, наверное, самом чудовищном и мрачном облике. Таком ленизменном облике. Я объясню, почему именно такой облик. Вот. И этот элемент, как бы, я, собственно, знал, что связь между смертью и богиней Кали есть однозначно. Но столь глубокого видения у меня тогда еще не было, да. А здесь я в буквальном смысле осознавал, что вот эта божественная личность, она приближается именно к богине смерти, к богине Кали. Но Кали предстала в облике скелета с косой или женщины с косой. Это не было женщиной, это был больше скелет, живой скелет. Но у нее были энергии Кали. Почему она является именно в таком облике? Почему в Индии она является в своей двухрукой форме, в человеческой форме? И почему она является, допустим, в многорукой форме, очень часто именно в самой Индии, да. То есть она является как богиня. А здесь она приходит в каком-то чудовищном и ужасном облике, да. То есть этот облик, он вообще не характерен для божественной матери Кали. Это тоже было видно. На самом деле, если сравнивать наши страны, крестьянские страны и традицию индуизма, то уровень энергии саттвы, энергии мудрости, он, конечно же, в индийских, в самой Индии и в странах, в которых распространено ведическое знание, там уровень саттвы больше. Естественно, Божественная Мать является в более благостном виде. Но энергетически наши государства, наши страны, страны бывшего Советского Союза, они очень сильно проигрывают. И энергетически мы, допустим, даже с помощью энергии христианства, мы, конечно, не вытягиваем тот уровень мудрости, энергии мудрости, энергии саттвы, которые необходимы для полноценного развития государства, ну, например, или общества. И богиня Кали, она является именно в таком облике, что, ну, вот с косой, с серпом, с чем там она ходит, с капюшоном, как старуха с косой, да, вот описывают ее. То есть, это ее облик. Но из-за того, что мы энергетически и кармически уступаем странам, в которых доминирует ведическое знание, именно поэтому она приходит в таком ужасном облике. Но еще хочу сказать, друзья мои, сама по себе старуха с косой, она является еще образом, который соответствует нижним мирам. То есть, божественная мать Кали, которая изображена в ведических знаниях, в традиции индуизма, в своей двух, четырех, там, восьмирукой форме, она, этот образ, он соответствует человеческому миру. А то та форма богини Кали, которая описана как старуха с косой, этот образ, он в большей степени соответствует кармам нижних миров. То есть, другими словами, но кармам нижних миров – это адские миры, это какие-то миры голодных духов, животных и так далее. Там их очень много, там тысячи этих миров. И эта форма богини Кали, когда является в нашем человеческом мире, когда она является усопшим, это говорит о том, что она приходит за душами, которые уходят в нижние миры. То есть, такая форма богини Кали, она не является людям с благочестивой кармой, с судьбой, с энергиями, которые соответствуют более возвышенным мирам. Она является только в таком облике, она является только тем душам, которые обладают скверной кармой, и в своем следующем воплощении они упадут в нижние миры для последующих страданий. Вот смог объяснить. И когда вот эта божественная личность подошла и сказала этой старухе с косой «Твой выход», эта старуха с косой, она ожила, и было видно, что она чего-то ждала, она выжидала какое-то время. И она ожила, и, как это надо сказать, она как бы разделилась сама в себе на тысячи своих форм. Сотни тысяч, наверное, друзья мои. Ну, огромное количество было, да. И до этого я видел ее одну, а здесь она разделилась сразу в сотни тысяч форм, и все небо, которое я видел, оно было заполнено этими формами этих старух с косой. И они, каждая из них, полетела в то место, где жили эти демонические сущности, или демонические существа. И в буквальном смысле я видел те дома, те условия жизни, у каждого из этих демонических существ, душ, я видел, как они проживали каждый в своем доме, в своей квартире, или в частном доме, или это было высотное здание, или это малоэтажное здание, да. Но каждый из них обладал своим социальным положением, каким-то социальным статусом. Естественно, это место, это какое-то проживание, это семья и так далее. И все эти формы богини Кали, да, этих старух с косой, они полетели именно в те места, где проживали эти нечистые души. И когда они, причем они, этот элемент тоже я удивился, они в каждый такой дом входили именно через двери. Казалось бы, да, какой смысл? Можно так через стены пролететь? Ну, то есть в астральном мире это как бы не является препятствием. Но нет, они входили через дверь. И каждый из этих нечистивых душ, данная старуха с косой, вошла через открытую дверь. И как только она вошла, я увидел, что все, что все то, что находится внутри этого пространства, внутри, допустим, этих квартир или домов, оно сразу стало мертвым. И оно стало погибать. Ну, вы знаете, вот как состояние гниющей земли, что-то такое, гниющего пространства, что-то такое. Вот как только она пришла, она сразу начала выполнять свою работу. Но при этом, когда старуха с косой вошла в эти дома, к этим демоническим существам, за ней захлопнулись двери. Но если входили они в обычные двери, да, то есть в совершенно разные, у кого-то там деревянные, у кого-то металлические двери, у кого-то стеклянные двери, да. Но здесь за ней всегда закрывались двери совершенно другие. За ними, за этими формами старух с косой закрывались двери, как будто бы некая божественная воля устанавливала сразу же за ним какие-то некие такие очень толстые, но я бы назвал их даже бронированные двери. И как только старуха с косой входила, эти двери сразу же захлопывались, и захлопывались так, что они больше никогда не откроются. И толщина этих дверей была просто колоссальная. Она была там толщиной, наверное, около полуметра. Причем такое ощущение было, что они полностью из некой стали. Ну, я для себя отметил, что какие-то очень толстые стальные двери, которые уже после того, как старуха с косой зашла, они уже никогда не откроются. И богиня, и старуха с косой никогда никуда не уйдет. Но это было сделано не потому, что там она могла бы или хотела бы уйти, а потому что была некая божественная воля на то. Может быть, вот, может быть, и этой божественной подстаси. Ну, для меня это было нечто похожее, знаешь, как, знаете, как второе пришествие, например, да, или тот же самый Калки-Аватар. Вот как-то так вот было. И в то же самое мгновение старуха с косой начала выполнять свою миссию, да, вот это вот. Я сразу увидел, как они начали гнить в буквальном смысле. Но причем разрушаться, разрушаться начало все. И они стали уже мертвы для общества, для человеческого мира. Ну, эти нечистые души, да, вот эти вот неправедные души. Но все это происходило настолько тайно, что люди этого не заметят. Скорее всего, это не заметят. Но само по себе вот это вот описание отделения духовных существ, вот, бездуховных, оно будет происходить, скорее всего, тайным образом, да. То есть мы не особо-то заметим, что что-то происходит. Но, скорее всего, будут какие-то такие события, там, войны начались, да, но это будет происходить в большей степени на каком-то тайном мистическом уровне. И вот это вот то, что некая божественная энергия закрылась за ней, это, конечно, указывает на то, что в нынешнее время, подчеркиваю, друзья мои, скорее всего, видение, не скорее всего, видение, которое я вижу, например, они указывают напрямую на состояние нашего духовного мира, нашей планеты. И, соответственно, то, что вот эти вот старухи с косой войдя захлопнули за собой дверь, это описание событий, которые происходят в нынешнее время на планете, вот, прямо сейчас, да. То есть это видение, оно уже случилось, оно не будет через, не знаю, когда там, тысячу лет, не будет через сто лет. Оно прямо сейчас случилось, не сейчас вот в данную секунду, а в соответствии с видением оно уже произошло на тонком духовном плане. Вот, соответственно, в человеческом мире это уже реализовано. Другое дело, что в соответствии с кармами, энергиями нашего материального мира, это будет разворачиваться, конечно же, с определенным запозданием, потому что кармы, энергии там, агуны у нас очень много на планете, и немногие смогут это увидеть, понять, осознать тем более, но как бы там ни было, данное видение, оно соответствует нашему времени, которое уже происходит, вот, каким-то событиям, которые разворачиваются на нашей планете. Сразу хочу сказать, что эти события не относятся напрямую к той войне, которая разворачивается на Украине. Косвенная связь, понятно, что она есть, но прямой связи я не видел, поэтому в комментариях не пишите глупостей, вот. Вот, но бесспорно, конечно же, связь косвенная есть, но прямого указания, как такового, вот, это видение, оно носит более глобальный, глобальный характер, и эти духи, они, нечистые духи, они жили по всей планете, на всей планете, да, то есть, не только там, в каком-то государстве, а по всей планете, ну, как-то так вот. Сложное видение, но постарался объяснить. Все, всем спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok